Роман Головня, экс-заместитель мэра Херсона, руководитель гуманитарного проекта Херсонский Хаб. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это атака 21 февраля, атака российской армии по Херсону, 6 погибших, 21 пострадавший. Известно ли, что с людьми, которые пострадали, в каком они состоянии, где они, как вообще с этим ситуация? Ну, люди разной степени тяжести, потому как они были в эпицентре самого обстрела. И обстрел был из системы РСЗО, где разлет от самих ракет достаточно большой. И в большой зависимости от того, где находились люди, соответственно, получили ранения. Люди находятся как в больницах города, так и в городе Николаеве в том числе. Вчера тоже была атака по Херсонской области, двое погибших. Херсон был освобожден от российских оккупантов 11 ноября прошлого года. В тот же день армия Российской Федерации заявила о жесте доброй воли и бежала с правого берега Днепра. С тех пор правобережье под постоянными обстрелами российских оккупационных войск. Есть ли информация, цифры, сколько уже за это время было произведено ими обстрела правобережья Херсонщины и сколько убито мирных жителей? По состоянию на 13 февраля городская военная администрация информировала о том, что около 2000 обстрелов Херсонской общины и 80 погибших на тот момент было. И вот после этих обстрелов за 10 дней фактически мы сегодня имеем уже цифру больше 2000 обстрелов. И, к сожалению, около 90 человек погибли в Херсоне и в общине. Но если брать Херсонщину в целом, это намного больше. Какие цели? Зачем Россия ежедневно обстреливает Херсон и правобережье, бьет по детским садикам, медицинским учреждениям, целит просто в центр города, по, вот как в последний раз, по остановке транспорта? Ну, эти обстрелы никак другим, как террористическими актами назвать нельзя, потому что действительно основная масса обстрелов приходится на мирную инфраструктуру или жилые дома, остановки общественного транспорта, больницы, детские садики, школы. Фактически оккупанты осуществляют с дня в день такие террористические акты. Что касается причин и мотивов, тяжело говорить о том, какие мотивы могут быть у террористов. Но я думаю, что одна из причин это то, что они хотят Херсон держать на такой некой информационной повестке, обстреливая мирных жителей, чтобы поднимать информацию постоянно. И таким образом, скажем так, сигнализировать о том, что войска находятся на левом берегу и что их как бы там много, хотя у них сейчас тяжелая ситуация. И они технику все-таки пытаются более скопить со стороны Донецкой области Украины. Какая обстановка на правобережье Херсонщины, какая гуманитарная ситуация? Ну, обстановка непростая. Обстрелы продолжаются. И в начале сюжета вы сказали, что с утра были. Они продолжаются целый день, обстрелы города. И буквально минут 10 назад был один из очередных обстрелов системы РСЗО. Град, наверное, был. Потому ситуация непростая, тяжелая. Соответственно, после обстрелов повреждаются дома. И это один из таких гуманитарных серьезных кризисов, когда жилье жителей нужно оперативно ремонтировать. Это вызов и местным властям, и разным волонтерским благотворительным структурам, в том числе и нашему гуманитарному штабу, по тому, чтобы возобновить это жилье, оно было придатное для жизни. Что касается продуктов питания, то, в принципе, ситуация с этим стабильная. Медицинские препараты с этим, ну, где проще, где сложнее, в зависимости от номенклатур. Ну, в основном все проблемы повязаны с тем, что оккупанты не дают нормально, мирно жить. И обстреливая мирные кварталы, этим создают постоянные проблемы для мирных жителей. Появилась информация, что в Херсоне из-за обстрелов критическая ситуация с отоплением. Вы можете подтвердить или опровергнуть? Ну, это была сегодня действительно информация ближе к вечеру. Но сейчас достоверно я не владею в том месте, где вот непосредственно, откуда я даю интервью. В принципе, с отоплением ситуация более-менее, думаю, что на утро больше прояснится с этим ситуацией. На Херсонщине российские оккупанты закрывают два города, сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в Facebook. В Каховке и Новой Каховке разместили военные подразделения Российской Федерации, в частности, пулеметчиков. По его мнению, возможны провокации и новые обстрелы правого берега области. Что вам об этом известно? Ну, еще раз повторюсь, обстрелы не прекращались как в районе Новой Каховки, так и непосредственно Херсона. Войска давно уже размещены во всех населенных пунктах Херсонской области оккупированной. И вот буквально несколько часов тому назад, например, такая же ситуация была в ЛЭшках, когда был обстрелян один из жилых многоквартирных домов самими же оккупантами. Об этом сообщили местные жители. Потому в этой новости нет, к сожалению, ничего нового. Это обычная практика оккупантов закрывать города, проводить постоянные фильтрации, террор местного населения. Ну, а размещение военных в жилых домах и выселение мирных жителей – это тоже уже давно известная практика оккупантов, террористов Российской Федерации. Скажите, а вот когда они закрывают города, это же имеется в виду, что туда никто не может ни въехать, ни выехать, и спецпропуска тоже в этом случае не помогают? Ну, вот эти вот спецпропуска, которые они выдают. Все зависит от ситуации и населенного пункта, от состояния, в том числе, наверное, и алкогольного опьянения тех, кто там непосредственно на месте принимает решения. Многие коллаборанты или управленцы, так называемые, от оккупационных властей, они создают видимость какой-то работы, постоянного давления на местных жителей. И, конечно же, после точных ударов наших вооруженных сил по местам скопления живой силы или техники, им нужно создать какую-то видимость работы. Вот они там закрывают, открывают, проверяют спецпропуска, разные организовывают. Ну, это имитация какой-то, скажем так, жизнедеятельности, контроля за мирным населением. И хаос связан с тем, что им постоянно приходится терпеть потери от влаженных действий наших вооруженных сил. В Херсоне и приближенных селах сколько людей остается проживать, и сколько детей? И выезжают ли люди сейчас, и возвращаются ли люди в Херсон? Тяжело подсчитать количество жителей, но по нашим подсчетам, я думаю, что если мы говорим о городе Херсоне, это около где-то 50 плюс тысяч. Если говорить о детях, вот недавно мы в нашем штабе выдавали гуманитарную помощь непосредственно семьям с детьми. Зарегистрированных было больше трех тысяч, но это говорит ориентировочная цифра детей, которые есть в городе. Ну, это по нашим, еще раз повторюсь, подсчетам. Скажите, а вам известно, что происходит? Какая ситуация гуманитарная, в том числе на левобережье Херсонщины, которая временно оккупирована российскими войсками? Ну, ситуация достаточно сложная. Она зависит, конечно же, от самого нацеленного пункта, где он размещен, и людей, которые там проживают. Если это в зоне боевых дней, фактически на линии фронта ближе к Днепру, тем сложнее там ситуация. Но хочу еще раз сказать, что оккупанты максимально терроризируют мирное население, бизнес, и закрывают как магазины, которые пытались работать еще с гривной, так и рынки, где они терроризируют, заставляют людей как получать паспорта, так и снова же рассчитываться только в бумажках, рублях. И ситуация достаточно непростая, но за счет того, что люди вырастили у себя на огородах овощи, фрукты, и есть возможность жить, выживать, питаться. О какой-то гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации на сегодняшний день информации нет, и они эту практику прекратили, и мы прекрасно с вами видим с информационных источников, что они не могут обеспечить армию, что говорит там о мирном населении, если, например, они в некоторых населенных пунктах забирают больницы в интересах военных, и гражданские не могут пользоваться медицинской инфраструктурой. Роман Головня, экс-заместитель мэра Херсона, руководитель гуманитарного проекта «Херсонский хаб», говорили о ситуации в Херсоне и на деоккупированной части Херсоничной правобережья, а также о том, что происходит на временно оккупированной части Херсонской области, левобережной, о том, как ведут себя там российские оккупанты. Спасибо.